Добрый день, друзья! Я сходил на металлоприемку, кое-что подкупил, 15 килограмм, кое-чего совсем немножко. Так, я его вытащу сразу. Вот ножовка такая. Блин. Ладно, сейчас расскажу. Вот, ну, сами видите, ручка целая, не ржавая. Ну, зубья тупые, конечно, зубья надо точить. Вот, но для советской... Здесь еще написано, вон, там, три человечка, два рубля, ноль-ноль копеек. Ну, на мой взгляд, отличнейшее очень состояние. Вот, поставил я ее в ведро. Вот, кроме всего, что я покажу, еще ведро. Обычное, оцинкованное ведро. Что-то в нем липкое, вот. Какая-то, как патока или еще что-то. Вот, но я его уже отмыл. А так, ну, новенькое, прям, для, ну, не знаю, в воду, там, в питьевую не буду я в него сливать. А бывает надо в огороде, бывает из колодца. Там, не знаю, весной, когда еще насос не опущен, а надо там набрать пару ветер, там, какую-нибудь рассаду палить, еще что-то. Ну, в огороде нужно ведро, за такую цену, я считаю, надо брать. Не взвешивал, сколько оно весит, ну, я думаю, немного. Лопата, лопата современная. Так, еще одна мешалка, но она вот в цементе. Вот, с патроном на перфоратор. Патрон как будто чуть-чуть, не знаю, разбит, не разбит, но подточить. И патрон можно за соточку, там, за две, я не знаю, за сколько, без ключа продать. И такая мешалка мощная. Чуть отбить надо цемент. Так, продал я все задвижки с рамками, но начал снова собирать. Не всегда попадаются прямо вот комплектом, поэтому лучше иметь запасную задвижку, вдруг попадется рамочка. По 300 яхель, по-моему, да, продавал рублей. Так, вот, отличная вещь. Полотно, конечно, надо было снять и выкинуть, оно что-то убитое. Вот, отломано на гаечке, вот на этой, как она называется, ну, одно ухо у барашка. У меня есть, я что-то то ли снимал, то ли не с нее, аду. Вот, я тут горяча продал свою ножовку. У меня она была, конечно, в лучшем состоянии, что-то я думаю, а, какая разница. А нет, ну, этого же завода, вот она, да. У меня, по-моему, дороже, цена 1.20. Ну, короче, не важно. Это еще либо натянется, либо не натянется уже. Ну, посмотрим, что-нибудь... А, здесь полотно, скорее всего, вытянулось уже. Ну, поглядим. Обни за 200 можно, я думаю, будет продать. Ножовку. Так. Вот, взял такой домкратик. На первый взгляд, крутие, ничего не происходит. Вот, но если зафиксировать вот эту часть, то он поднимается. Вот, ну, соответственно, в другую сторону будет опускаться. Ну, он такой, я думаю, не синий. Пум-пум-пум. Ну, вот такой небольшой винтовой, так, домкратик. Ну, тяжелый. Выгод вот на нем, на домкрате особо и нету, потому что вот он тяжелый, несколько килограмм. Так, ручка от пассатижи. У меня там какие-то есть безручья, какая-то отдельная ручка, ну, может пригодится, но она ничего не весит. Вот интересная вещичка попалась. Это от штатива, фотоштатива. К сожалению, вес всего нет. Так, или это вот, это надо ослабить. Так, вот это ослабляем. Ну, во-первых, здесь алюминием, а это может сломаться, возможно, кому-то надо. Так, ладно, ну, конечно, весь бы штатив в цене чермета. Было бы лучше. Ну, и так пригодится. Тоже можно продать. Не знаю, что-то взял с горяча катафоту. Зачем-то взял два еще вот таких вот полотна. А, вот тут понятно, они одно равностороннее, такой из зуба, а другой. То есть для поперечного и продольного. Так, напильник вот вроде показался, несмотря на то, что он как-то как ржавый снаружи, он вроде живой. Я так пошоркал. Там было десятка два напильника. Вот живой вот этот только. Так, диск алмазный. Вот, ну, я как-то... Ну, он, конечно, весит. Ну, черт узнает. И остались. Скорее всего, уже ничего не осталось. Но я кам... Вот чашками алмазными, уже такими лысыми абсолютно, накаменевшим. Все с этим природными камнями своими. И он, как бы, стачивается металл, там, за счет какой-то... Ну, то есть чуть-чуть подровнял я камни, там, немножко плоскость. Ну, возможно, этим что-то и тоже удастся еще сделать. Вот. Возможно, опять же, всякие там делают насадки какие-то самодельные на болгарку. Вот такую вот зубила. Самодельная. Подточить надо. Ну, широкая. Короче, я набрал бы всякого говна, извиняюсь. Так, вот такая вот... О! Даже искра пробивает. Вот, почистить. Поглядеть надо, вот, может, возможно... То есть, так-то по виду все целое. Чем такая хороша плитка, что она... Ну, первое, что она дешевая. Ну, тут... 30, там, 20-30 рублей. Вот это ее главное достоинство. Не знаю, работает ли кран, надо вот проверять. Вот, почистить. Что у нас ветрозащита, и когда вот на природе, тепло, получается, идет все вверх, а в стороны меньше, и ветром не сдувает. Надо чистить. Ай! Еще один взял ключик на 19. Ага, похоже. Такая же проблема. Так сильно не разглядел. До этого, кто постоянно смотрит, я уже брал. Тут надо или из двух, из трех собирать, или там колесико вытачивать. Просто чистка, смазка не помогала. Она может излучше получится. Ну, цена небольшая, почему взять. Вот, взял вилочку. Такая вилочка плюс-минус. Так, вот они вымечаются. Этих вилок тоже, и всякого этого уже много. Так, что-то молотков еще взял. Надо провести ревизию, понять, сколько у меня каких, и каких-нибудь мы ставить. Молотков взял. Вот, хороший, полкилограмма. Такой, как бы, в пятиугольнике П. Это, наверное, 40 грамм. Ну, вот, ну, как видите, я взял три молотка. Это больше, значит, уже грамм 800. Надо кончать брать молотки. Вот, шикарную вещь я взял. Вот эта вот вещь, которая... Это, по-моему, был напильник. Мне так кажется, вот здесь какая-то есть, как будто была насечка осталась. сбоку из этого. Но из него сделали токарный резец. Ручки не хватает, но токарные резцы я непонятный, какие-то такие заводские, ну, какие-то дешевые, какие-то додядь. Ну, по 500... Нет, я сколько их отдал? А, я их за 1000. Ну, у меня за 1000 их вечером выставил уж. Утром уже купили за ночь. Вот, то есть его можно за... Сколько? Ну, можно за 500 даже выставить. 400, ну, скажем, 400 плюс-минус. Соответственно, 15 килограмм я взял. Вот это вот может быть 500 рублей. Плюс лопата. Ладно, сейчас посчитаю. Так, еще один переключатель от ХВЗ задний, целый. Так, головка на сколько-то много? А, на 17, по-моему. На 17. Не помню, на сколько головка. Ладно, пригодится. Велосипедная эта. Отдельно. Так, патрон. Патрон вещь нужная. У меня знакомый тогда я взял дрель. Хотел. Я думал, ему просто нужна дрель, как редуктор. Ему она нужна с патроном. Вот, ладно, нужна с патроном. Вот тебе патроны взял. Ну, подумал, может, возьмет. Вот взял. Ай. Лоханулся. Ну, ключи, гаечки нет. Ну, гаечку можно поискать, подобрать. С ключиками реже попадаются. Ну, замочек с ключиками. Головка вот эта, по-моему, на 12. Или 14. Это что-то не помыли. Ну, ладно. Как, короче, пригодится и такая. Что еще? О, вот, смотри, какая гаечка барашковая. Шикарная. Большая. Красивая. Блин, вот это вот вещь я зря взял. Мне их надо два. Ну, ладно, что тебе, петуша? Взял-то взял. Можно было не брать. Я их думал. Как-то отложил, думал это, а потом что-то. Это мусор. Интересный ключик на 10 и на 7. Не знаю, насколько он такой нужен. Так, еще одна катафота. Так. Вот такая вот фреза. Вот конус. Ну, здесь конец разбили. То есть, что можно сделать? Я думаю, ее вот здесь вот отпилю просто, где уже прямая часть. Она будет не такой длинной. Зато зажиматься будет патрон. Обязательно пригодится. Вот такой вот попалась вещица. По-моему, это алюминий. Кусочек кругляка. Взял не потому, что это она. Утащить по цене. По цене чермета, алюминия. Даже вот в цветметии кругляк не попадался. Так, вот сверлышко еще какое-то такое полуубитое. Вот, то есть, знаете, эстетов скажут, опять мне недавно один. Ну, а, там, да я бы такой хлам и за 100 рублей весь бы не купил. Ну, не бери-то. Никому не доставляю. Сколько я... Я невеликий, там, мастер. Я одним сверлом, там, сто лет не сверлю. А периодически они мне ломаются. Бывает, надо что-то как-то неправильно. Не умею точить хорошо. Вот ключик такой вот взял. Ого, пригоди. Ох, а он здесь вот так потрескался. Вот это я лоханелся с ключиком. Ох, поглядел. Гоевую жара, ничего, охота разглядывать, не охота быстрее скидать. Вот, и сверлом таким я еще буду сверлить, посверлю. Вот, ну, собственно, почти все. Вот, взял такой ящик. Ну, что-то молчит человек, который у меня их покупал. Вот. Надо им будет написать этот, поправить. Сказать, что давай, давайте. Еще приезжай. Какой-то шуруп. Ну, живой вроде. Так, ладно. Вот, можно. То есть, я им такие ящики по сутке. Ну, сколько? Ну, тяжелым, больше килограмм. Ну, пускай даже заполтинник я его взял. Если я его продаю за сотку, то я уже утвариваю свои деньги. Здесь, я считаю, уже неплохо. Плюс, какой еще плюс? Плюс еще в том, что, как бы, объем. То есть, знаешь, когда там это, там ходит, то, знаете, возьмут один килограмм полдня, ищет, что-то там взял одну, или взять какую-то, кому он нужен, и это. А так, когда, да, вот, считайте, если 15 килограмм, по десятке они его, я не знаю, там, цены сейчас вроде подросли, там, они, даже если по десятку, то они взяли, а продают по 30, это считайте, вы утраивают. 10 килограмм, по 20 рублей. 200. Вот, опять же, я ж не знаю, там, какая она, конечно, через кассу, но, что там, кто там, кому это, вот, поэтому, чтобы не было всем. Опять же, я там пока лазил, я свинца, сок нашел, больше килограмма, наверное, килограмма два. Вот, считайте, тут уже взял, значит, если он его по тем же и по 10, а по, там, рублей по 40-нибудь, он, я не знаю, цены, 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 цены. То есть, 80. Ну, а считайте, рублей 60, это минимум, может, по сотку. На свинце он, ну, то есть, я ему там выкинул, там, медных трубочек, несколько, там, бюрально, там, всякого, ну. Вот, потом, тут-то продажи, если даже через кассу и все официально, то там, вот, это, я думаю, это не точно себе берут. Все, не все. Вот, ну, вы, короче, было ничего, вот, взял еще очередную утятницу. У меня одна есть, но что-то, и как-то пока не спрашивают их. Вообще, их плохо, бюр, вот, утятницы. Ну, вообще, парочка будет в хорошем состоянии, там, не какая-то без ямок, поэтому, пущай будет утятница. Набрать уже, пускай стать. И вот такая вот вещица попала, слазил, думал, может, и остальное от него есть. Да, от этого. Нижняя сюда, по-моему, ставится большой котелок и фляжка. Это там, какой он называется. Котелок ВДВ, комплект. Вот, ну, смотрите, чистенький. То есть, явно его, я его, конечно, немножко почистил, но по виду им, на костре его никто не пользовал. Вот, сейчас, я не знаю, у меня его никогда не было такого. Как они совместимы, несовместимы, там, куда-то он подходит, к чему-то не подходит. То есть, у меня есть, ну, обычный армейский. Есть, а, у меня есть, котелок сделан из фляжки вот такого котелка. То есть, можно его, ну, поглядеть, как оно может. Наоборот, я в большой котелок армейский влезет вот это, в него там. Опять же, можно просто вынести на базар. куда-то там. Я на весы ее ставил, он что-то мне весы ничего не показали. Килло 600 вместе с утятницей. Потом, в прошлый раз был по 110, сегодня опять по 100. Ну, это, получается, 160 рублей. Ну, утятница где-то 500 стоит. Вот, соответственно, если это я себе оставлю, то это, мне кажется, подарочек. Ну, кстати, вот он хороший размер такой. Ну, вот она неудобна, конечно, без котелка, то есть, как и торчит у этого крючка. Такую выпить. В данном случае было бы удобней. Ну, вот он такой размер. Заварить лапшу, вот, на горелку ставить его. Так, не знаю, видно вам или... Ну, не видно практически. Он, получается, надо круглый на горелку ставить. Это невыгодно такой размер. Ну, я думаю, за какой-то полтишок его можно на базаре попродать. Вот, или там через интернет. Соответственно, если я 560... Или, там, не знаю, 60. Соответственно, если я эту за 500... На 560 продам, я взял за 160-400 рублей. Копейки, кто-то скажет. Ну, наша, как бы, жизнь такая... Копейка, рубль бережет. Опять же, вот, мне сейчас скажут, кто-то может сказать, копейка. До этого я пока не занялся этой торговлей, покупкой. Я что-то там покупал на базаре инструмент. Тратил деньги свои, семейные, скажем так, семейного бюджета. Вот, плюс, в свободное время я делал какие-то там самоделки, 90% которых, ну, может быть, и нужны, как бы и нужны, но, а как бы и нет, и, там, скажем, охота поделать какую-то мебель. А куда ее ставить? Ее некуда мне ставить. То есть, а сейчас я время трачу свободное на, скажем, почищу. То есть, я так же поработаю с металлом. То есть, что-то там бывает где-то надо просверлить, там, подчистить, подректировать. То есть, как бы, я получаю тоже удовольствие, только я потом это что-то продастся, это, получается, я с пользой. Так, ну, давайте вот сейчас мы ящич подставим. Ну, вот, соответственно, можем 400 рублей на алюминий заработать. Зубила, ну, сотка. Вилочка, там, не знаю, 20 рублей. Ключик, ну, пускай 20, 140. Замочек. Вот, гайку найду. Ну, тоже пускай 20, 180. Патрон туда же, к дрели, там, может, носили заберет, вот, слава богу, то есть, чуть-чуть заработаю на 3, я не знаю, сколько заработаю, сколько-нибудь. Так, молотки. Молотки вот эти полу, очистить за сот, по сотке. Хотя, вроде, там тут уже и по полтиннику их продает. Ну, пускай за 200, 300. 400, вот, вот, круг мне пригодится для себя. Ключ, скорее всего, там, не знаю, сделаю нет. Так, 200, 300, 400, пилки, тоже пока не знаю. Круглячок алюминий, отличная вещь. С этим лоханулся, ну, максимум 10 рублей. Ну, туда же попокину, так, вот, это пока для себя. Так, 400. Гаечка для себя, сверлышко, пускай, ну, на базаре 10 рублей, 410. Фреза, еще червончик, 420. Еще 400, 800, 20. Две головки по полтяжку, 920. Не знаю, катафот, зачем взял. Ну, пускай 10 рублей, 930. Напильник. 20 рублей, 950. Мешалка, полтинник, 1000. Патрон, сотка, 1100. Запчасти от этого, штатива. Ну, пускай, допускай, сотка, 1200. Ручка от, не знаю, ничего она не стоит, ну, 10 рублей. 1210 домократ. Можно пресс сделать, небольшой какой-нибудь. Еще здесь можно продать. Ну, пара сотен может стоить, 1400 давайте поставим. Пила. Так, тут поглядеть надо, может, что-нибудь. Может, ну, у меня другая есть, у меня две пилы. Может, что-то там перебрать там, на это. Шило, на мыло, ну, 200 рублей. Что-нибудь, 1400, 1600. Лопата, задвижка. Будем считать, что задвижка стоит 200. 1600. 1800, получается, рамочка 100, допустим. Ну, я так для себя условно считаю. Ну, продать можно в комплекте. 1800. Лопата, соточка, 1900. Так, что у нас тут. Переклюг, сотню он стоит будет. Так, тут что-то как-то... Вот, а разбитый, ну, я думаю, что это можно. Две. Так, плитка у меня одна, если получится сделать. Не знаю, вот плитка, плитка. Чем полезна плитка? Ну, у нас редко отключают, чтобы и газ, и свет одновременно. Вот, а, у меня была идея над своей плиткой поиздеваться. Так, получается, две. И ножовку, вот эту я за 200 буду. Две 200. Так, две 200 и плюс тут 500. Две 700. Ну, где-то чашку пушка оставил, и эту пушка оставил. Ну, то есть, две 700, а отдал я около 500 рублей за все. То есть, на две тысячи товара. Вот, берут по-разному, ну, берут. Вот, вот, завтра я поеду отправлять 300 рублей. Весит килограмм с чем-то. Или около двух. Ну, пускай, что там грязь какая-нибудь была, краска, которая облупилась, что сейчас она легче. Пускай, там, не знаю, мне кажется, меня не обвешивают. Потому что на тех же весах они принимают. Вот. Вот, 60 рублей взял, за 300 ушло. Вот, дальше, примус, завтра, надеюсь, отослать. Взял он 800 грамм, по 30 рублей килограмм. Вот, там надо где-то около 100 грамм бензина слить, потому что почты отсылать, чтобы ничего не случилось. И, соответственно, я его... Там не 100 грамм, там грамм 50, по ощущениям. 40. Вот, ну, неважно. Это... И я его за 400 продал. Вот, а, я еще эту... Плюс, вот, как говорится, чем я какие-то самоделки делал, я лучше потрачу время на проверку, почищу, там, помажу. Если заработает, там, если травить, то откуда, там, нельзя ли, то есть... Подложить какие-то эти. Вот. То есть я потрачу те же деньги, в то же время. Но, вот, у меня будет это. И, опять же, если я ее сделаю, я ее могу... Если я ее удался починить. Вот, у меня сейчас она здесь лежит. Бывает, в квартире нужна противоветка, ну, как-то вот так-то. Ну, на всякий случай бывает как-то вот она. Тут надо вот подогнуть, надо... То есть это вот этот мелкий косметический ремонт. И, опять же, потрачу то же время, да. Получу. Ну, вот. С пользой, я считаю, с большей. Поэтому я какие-то самоделки и отратил деньги. А тут я... Две... Ну, да, я там посчитал сверло, там, по эти, там, я их не продам. Ну, то есть не буду продавать. Ну, опять же, у меня штатив, похоже, есть, поглядеть, может быть. Там вот эта рукоятка, там, подогодится. Может, там какой-то, если у меня была мечта. Чем мне вот эти вот штативы нравятся от пластмассовых. Дешевые пластмассовые скрипят. Это когда, то есть, то этот вот он. Мы можем... Ну, в общем, маслица капнуть, там, сделать он не скрипит. Не будет скрипеть. И можно это... Ну, то есть, там, в дверь какую-то панораму снимать, вот. Ну, возможно, это и... То есть, не факт, что я все продам. Ну, ну... А, и ведро. Ведро тоже, я там, сотку, я считаю, там, на ведре я заработал. А, кругляшок я не посчитал, алюминиевый. Я его продавать не буду, что-нибудь пригодится, надо точить. Там у меня есть одна задумка, подойдет, не подойдет. Задумок у меня есть не одна, а очень много. Вот, ну, вот такая история. Что там было? Ну, чан мне не дает покоя. Я думаю, он не в 100 литров, а в 1 литров чуть-чуть не... Ну, он большой, потому что у него бочки, они, по-моему, что-то такие... Был бы куда ставить, я бы его взял. Просто мне нравится. Что еще было и хорошего? Ящик был круглый, что-то я его покрутил, надо было его высыпать из него и отставить в сторонку. Он закрывается таким замком хорошим, ручка, как ведро, размером, жестяной. А что в нем хранить в кругу? Ну, он, по-моему, тонковат. А так бы из него... Как-то если его усилить, приделать типа колесиков, сверху, допустим, какой-нибудь чехольчик и такая, как табуреточка. Ну, на крышку сделать там фанерку. По-моему, он тонковат. Ну, они, по-моему, бывают, я уже такие и видел, по-моему. Ну, то там до этого были просто дырявые, а этот был целый. Вот, ну, надо было взять, потому что, ну, чего он там, полтинник какой-нибудь стоит. Не миллион, тем более, я пока в плюсе. Ну, вот сегодня, ну, банально, вот, я около 500 сегодня уже, сказал, потратил. 300 сегодня я получил. Из сегодняшнего. Вчера не тратил, но получил за эту. Вот, то есть, такая. Как бы пока в плюсе. Вот. Что еще рассказать? Вот, хорошо попался патрон, вот, на этот день. Потому что, как раз, тот товарищ должен ко мне прийти на выходных по делам. Может, я ему ее все-таки впихну. Надо ее найти только. Как-то, ну, надо ее взвешить, так, знаете. Я-то ее выставил, я не помню, я ее, по-моему, за сутку выставил. Ну, вот с патроном, там, может, скажу, там, 120. Ну, взвешить надо, чтобы, ну, не в минусе быть, ну, какой-то, хоть, ну, там, 10 рублей. Ну, опять же, округлить, видите, 150, как-то уже дороговато, неохота со знакомым выбрать. Ну, хотя, может, я сейчас не помню, сколько она там еще весит. Вот. Вот, так вот. Ну, и водорожье, считай, отлично попалось для себя, опять же, вот, как-то оно. Те же вот, бывает, надо какую-то грязь вынести, еще что-то. Ну, вот, круглячок алюминиевый тоже мне это хорошая вещь. Вот у меня все, мысли, если сделать... То есть у меня вот здесь, допустим, не очень нравится. но хотя это относительно неплохая здесь голова на этом штативе есть китайский штатив на котором охота переделать голову на алюминий вот соответственно водки то вытачивать вот эти вот вещи и вот это и вот это они крепят я так понимаю вот это вот закрепляю чтобы мы выставили на пленэре как то вот так вот она стояла чтобы мы выставили плоскость а этой уже ручкой мы поворачиваем ее как я понимаю чтобы нам удобнее было чтобы ручка не вот в таком оказалось положение нам неудобно вот это вот вот так вот вот так вот опять же если лопату кто-то приедет купит то есть 150 вот опять же когда товара много вот из других городов им брать одну вещь невыгодно а так вот они начинают чуть-чуть заодно там заодно возьмут там нашовку заодно там какой-то молоточек какая разница все равно нужен так я купил в деревне маленький молоточек куда я его положил чтобы не оказалось что я его с собой таскаю на маленький я один такой продал на просто вы выставите и чтобы с собой не таскать на горбу ну вот ножовка такая в состоянии у меня не попадалось вот ну вот все погода такая и пить не напиваешься и спишь не высыпаешься душно жарко в доме еще вот жить как-то можно относительно в квартире вообще кошмар конечно вот не хочу я ведро вот помыл там что-то липкое что-то было типа патоки под яблони вылил ну вот наверное давайте все это инструмент это я вытащу просто потом займусь но если можно кругляк там вытащить до катафор до катафор а 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 ну да фрезу можно на токарном проточить но на токарном я такой немножко китайский немножко китайский поэтому вот тут ведь ей используя как шлямбу я так понимаю поэтому по-хорошему ее надо точить но опять же бывает такое ощущение что ее подтачивали вот то есть тот же какой-то алюминий фрезеровать бывает надо не всегда железо бывает еще какие-то вещи я думаю пригодится повыше отрезать здесь 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 такая грубая я думаю все равно ровнее чем после проточки моей вот 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 так вот все благодарю за внимание всего доброго удачи 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 удачи